В школу своего 12-летнего Никиту Любовь Абрамова провожает поцелуями и объятиями. Уверена, для собственного чада лишним это быть не может. Весной этого года женщина пережила серьезный стресс, а потому оберегать своего ребенка теперь готова вдвойне. Мой ребенок упал в обморок в школе. Не знаю по какой причине, но потом выяснилось, что все-таки было жарко, и муж переволновался, у них была информатика. Он у меня упал в обморок прямо за партой во время урока. Благо тогда все обошлось. В чувство мальчика привели сами учителя, после приехала бригада скорой помощи. А вот школьного медработника рядом не оказалось, что удивило и одновременно возмутило родителя. Я задала этот вопрос, позвонив в здравоохранение, на что мне ответили, что не хватает вообще работников. И вот только так возможно. То есть если уж совсем что-то, совсем будет ребенку плохо, то вызовут скорую, и она приедет. Ну а бывают же такие ситуации, когда муж и скорая и в принципе не успеет. У ребенка может быть разная проблема со здоровьем. Он посещает хоть и учреждение, но тем не менее, сердце, я не знаю, вот астма, допустим, у меня у моего младшего ребенка астма. И мало ли, она по-разному, у него реакция бывает, что в какой-то момент он вроде бы в легкой форме, а в какой-то момент мы просто раздышаться не можем. На самом деле приходится прибегать прямо к скорой и экстренно. В 50-й школе, где случился этот инцидент, медицинский блок есть. Правда, большую часть времени он находится под замком. Врач в образовательное учреждение заглядывает строго по графику три раза в неделю и всего на пару часов. Как нам пояснили в региональном министерстве образования, финансирование ежедневного присутствия медиков в школах в полномочия ведомства не входит. В связи с тем, что организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения осуществляет Министерство здравоохранения Забайкальского края, медицинские работники, осуществляющие медицинскую помощь несовершеннолетним в период обучения, состоят в штате медицинских организаций. Режим работы, а также продолжительность ее регламентируются локальными актами медицинских организаций, работниками которых они являются. Удивительно, но и в региональном Минздраве от этой проблемы открестились. В их полномочия столь животрепещущий вопрос, как выяснилось, тоже не входит. По какой причине Министерство здравоохранения не может обеспечить финансирование ежедневного присутствия медработников в учебных заведениях, так как медкабинеты в школах работают всего два или три раза в неделю? Данный вопрос в полномочиях Министерства образования. А пока два ведомства не могут разобраться и дать внятные ответы, родители школьников боятся за здоровье своих чад, и понять их можно. Дети проводят в школе полдня, и вполне вероятно, что за это время они могут подвернуть ногу на той же физкультуре, или в конце концов просто неудачно упасть в коридоре. Плюс ко всему, никто не отменял ту же головную боль или дискомфорт в животе начаться, который могут в любой момент, а не тогда, когда придет медик. К тому же школу посещают и дети, страдающие сахарным диабетом, которые должны вообще всегда быть под наблюдением. Вспоминая свое время образования, когда у нас был медик каждый день, независимо, с первой смены учится ребенок или со второй смены, то есть сейчас почему-то в школах этого нету. Я так понимаю, что это все-таки упущение, наверное, здравоохранения, или даже не здравоохранения, скорее всего, все-таки нашего государства, потому что в законах написано, что по статье 323 закон, статья 7, гласит о том, что приоритеты здоровья детей превыше всего. Но, тем не менее, у нас получается на последнем месте, в принципе. Сегодня более 50% забайкальской школы оснащены медицинскими кабинетами. Остальные заключили договоры на осуществление меддеятельности с ФАПами и другими обособленными подразделениями. А это значит, максимально оперативно оказать первую помощь ученику в случае необходимости должны будут так же, как сейчас учителя.